Сотни километров ради удачного снимка по воде, тундре и горам. В окружении умопомрачительных видов и несмотря на гнус. С собой весьма внушительный комплект. Экшн-камеры, фотоаппараты и множество объективов. Но чтобы сделать по-настоящему впечатляющие снимки, одной лишь профессиональной оптики недостаточно. Терпение. Главное, что нужно фотографу. Встреча с фотомоделями всегда неожиданность. Этот лось, например, шел по своим делам. Увидел человека и, лишь убедившись в том, что ему ничего не грозит, отправился дальше, подарив несколько ярких снимков. За два месяца ямальские фотографы побывали в четырех экспедициях. По Луйском, Месоехинском, Верхнеполуйском и Надымском заказниках. Оттуда привезли гигабайты материала, тысячи снимков и видеозаписей. Есть и поистине драгоценные. Например, в кадр попали орланы-белохвосты. Таких во всем мире не больше 60 тысяч особей. На Ямале всего около двух с половиной тысяч. Главный принцип фотоохотников не на вреде. Поэтому и орланы-белохвосты, и эта полярная крачка после фотосессии обязательно вернутся на насиженные места. Съемки дикой природы всегда лотереи. Поэтому, отправляясь на фотоохоту, фотографы надеются не оказаться на охоте реальной. Получается, не всегда. Утро. Встал для того, чтобы пойти пофотографировать кабанов. Все хорошо, все замечательно. Отделся, вышел. Дохожу до кораля. А там медведь. Теперь, грубо говоря, нужно быть постоянно на чеку, потому что он здесь рядом и никуда не делся. Работать команде ямальских фотографов предстоит несколько лет, чтобы отснять флору и фауну всех заповедников и заказников в разные времена года. Итогом работы станет фотоальбом, посвященный уникальной арктической природе. Атон Парахин, Тензеля Бахтиярова, Время Ямала.